Давид челюстая тренд про парня, который повесился на кресте и читая кучу всяких замечательных бредней на эту тему, я вспомнил одну замечательную вещь о том, как я хотел однажды записать аудиокнигу Бордотхеддол. Был у меня такой период, черт знает сколько лет назад, когда я перечитал кучу разного рода такой литературы. Библию, Хавадгиту, Историю, Зарастризма, еще кучу всякого интересного и не очень. Наверное, это было еще лет 8 назад, во всяком случае, канала этого я еще не ввел. Как-то года два назад меня накрыла такая идея, что я должен записать, должен записать большую аудиокнигу с большим-большим аудиосопровождением. Но благо я забил на эту идею, потому что я посчитал время, которое требуется мне на это. И что каким-то образом свое свободное время, я на такой объем работы выбрасывать не буду, а заниматься какой-то дрочью типа кромпландинга и прочего. Да и в общем-то главный вопрос, а зачем, зачем это вообще все нужно? Зачем это вообще начитывать? Большинство людей читают это в тексте. Большинство людей, которые приходят к такому, чтобы почитать, ну, в общем-то, это не клиповый какой-то материал, это материал не клиповый, это материал, который требует некого вдумчивого чтения, как минимум. Более того, для какого-то понимания еще требует бэкграунда. Окей, Библия достаточно, самодостаточная, окей. В Гават-Кита там, в расширенном издании достаточно большая, но сам по себе Бордот Юдор не совсем самодостаточная. Более того, есть еще риск, точнее не риск, по-моему, в русскоязычном издании в основном ходят только старый перевод с шизофреническими комментариями Юнга. Ну, это самый знаменитый перевод. Вот. Они ужасны абсолютно. Ну, как бы, все, кто читал Юнга, еще и работы какие-то серьезные, но у многих людей создалось впечатление, что у Юнга голова-то бобо была, скажем, прямо. Вот. Ну, в любом случае, сама по себе книга, это она достаточно практическое руководство, и она не дает какой-то исчерпывающей самодостаточной информации. Более того, в зависимости еще от течения, хотя она, допустим, к тибетскому ломоизму, если так по-серьезному относиться, там, у остальных товарищей, вплоть до сикхов, уже немножечко свои темы, но так или иначе, она требует еще большого бэкграунда. Поэтому я забил на эту затею. А в голову мне пришла, когда я читал эти незамечательные местами неприятные треды, в голову мне пришла замечательная фраза. Не избежать колеса самсары, повесившись на кресте. Высказывались такие предположения, что я, как бы, чувак увлекся всякой литературой по реинкарнации и решил, что таким занимательным образом повеситься, а потом кренировать тело, то... не знаю, конечно, что там в голову пришло. Не факт, что узнаем, насколько я понял, там видео удалили. А на самом деле, может, это и хорошо, куча впечатлительных долбоебов не будет. Скажем так, увлекаться темой. Это тоже плюс, это тоже хорошо, это тоже приятно. Но вообще, если так посудить, ну, большинство людей, ну, как, в принципе, большинству людей, то это и нафиг не нужно, если так посудить. Это тема потребительское представление о реинкарнации, оно очень, очень, очень занятно. Ну, на самом деле, потребительское отношение и понимание христианства тоже весьма занятно. но в данном случае оно еще в институциональной церкви так поддерживается. Типа воруй, убивай, на храм задонать, будет тебе хорошо. У нас все почетные авторитеты церкви построили все уважаемые люди. Ну, да ладно. Еще, но это уже не совсем в тему, мне влом записывать новые записи. Страшно, не знаю, почему-то очень так круто выложился, когда записывал вот свежие январские начитки по крипипастам. И вот так мне сами тексты эти понравились, которые я находил. Что-то вот сейчас вроде бы как большое количество есть материалчика, который можно было бы начитать, который собирался начитить, но так как-то даже не то, что лень, не то, что там времени всегда не хватает, на самом деле. Просто какого-то желания нет, на самом деле. ну вот в чем парадокс. Абсолютно не до желания этим заниматься. Хочется какую-то другую форму сделать.